Зачем пачкать холсты, когда есть человек и есть его тело. Бери кисть и твори. Дмитрий Шагин, художник. Именно таким творчеством мы сегодня и займемся. Поговорим о таком направлении в искусстве, как боди-арт. С вами программа «Артикул». Здравствуйте! За художницей Ольгой Климовой и ее моделями будем наблюдать в течение всей программы. Следить за процессом, думаю, будет очень интересно. Я бы, наверное, такого испытания не выдержала никогда в жизни. Для меня даже примерка у Портнова была и остается сущим наказанием. А вот так выстоять по стойке смирно, несколько часов к ряду. Говорят, что некоторые модели, пока их расписывают, даже засыпают. Ольга, у вас случается такое, чтобы в момент росписи, в момент творчества ваши модели взяли и уснули? Да, такое было, особенно если я расписываю в положении сидя или лежа. Когда работа идет много часов, естественно, модель устает. Наоборот, даже лучше, если человек заснет на самом деле, или потом он уже может еще пару часов позировать, потому что сам процесс занимает много времени. Плюс позирование перед фотографом тоже занимает много времени. Как раз отдохнувшая модель уже с новыми силами работает дальше над проектом. Не вздрагивают во сне, не мешают? Нет, на пятницу. А где вы таких послушных находите? Вот правда, я бы не высидела, не выстояла никогда в жизни. Не знаю, как-то сами всегда находились. Не было случаев, что кто-то сильно уставал, просил сесть, отдохнуть. Не знаю, может, мне просто везет. Мы будем следить за вашим творчеством. Вы не забывайте. Пока продолжим. Хорошо. Западные страны познакомились с искусством боди-арта еще в 18 веке. Некоторые моряки, побывавшие в Австралии, Африке, Америке, привезли кроме знаменательных историй и невероятных болезней еще и рисунки на своих телах. В нашей стране первые пробы боди-арта делали знаменитые медьки. Они наносили жирный грим на тело девушки, потом опускали ее на лист бумаги и получался отпечаток. После этого картины даже оформляли в рамы. Во что это вылилось и как это сегодня происходит, смотрите прямо сейчас. А вылилось это в самую настоящую боди-индустрию. Такая роспись нынче в моде. Все больше художников пытаются отойти от традиционных холстов, ищут новые формы, создают свои направления. Шенан Холт создает не просто портреты животных, как кажется на первый взгляд. Если присмотреться внимательнее, станет понятно, на самом деле это искаженные человеческие тела. Художник тратит от 6 до 12 часов только на инструктаж своих моделей, дабы они могли занять правильную позицию. И только после Холт кропотливо покрывает живописью каждый сантиметр человеческого тела. Она убеждена, кожа – это идеальная среда для того, чтобы выразить свой талант. Во всем мире фестивали боди-арта пользуются невероятным успехом. Есть где разгуляться в мастерской фантазии. Кто-то предпочитает краски и кисти, а кто-то совершенно иные техники, пожестче, например, татуировать собственное тело. Дарвин нашел связь этого обычая с наскальной живописью. Фрейд разглядел в дневнике сексуальные импульсы. Большинство сейчас воспринимают татуировку исключительно как украшение. Ежегодно даже выбирают короля татуировок. Больше народу стало понимать, с пониманием все-таки относиться к татуировке как к искусству, а не как к клеймению какому-то, которое раньше было. И эти стереотипы сейчас, конечно, ломаются. Ну, и возрастная категория людей от 18 до 65. Сама татуировка стала на самом деле очень популярна. А популярна от того, что начали рисовать. То есть те художники, появились художники. А люди уже начали смотреть и видеть, что да, это на самом деле искусство. Одно из подразделений искусства, живописи. Но это только нательная живопись. То есть она достаточно сложная. Сложная, потому что у мастера нет момента на ошибку. То есть он не имеет права ошибиться. Поэтому здесь все вот четко должно быть. У нас получается, если мы рисуем на бумаге все плоскостное, красота, красота. Если мы, это как в татуировке, если мы работаем с телом, это объем. Надо чувствовать объем, грани, кости, строение тела, преломление света, цветовые нюансы, построение. И получается, что кроме всего прочего, нужно знать очень много составляющих. А это приятно. Какой лучше выбрать рисунок, посоветует тату-мастер. В каждой свой сакральный смысл. Рассказывает, что хризантема, например, символ настойчивости и решительности. Пион, богатство и успеха, дракон, власти и силы. Мужество и отвагу символизирует, кто бы вы думали, карп. Это традиции татуировка, это сакральное, это что-то внутреннее. Допустим, якудза себе делала татуировку не просто так. И нужно было ее заслужить. И когда тебе делали вот эта боль, она входила в человека, и в нем что-то менялось, и он становился сильнее. Сложно сказать, когда человек впервые нанес на свою кожу рисунок. Известно только, что история татуировок насчитывает не меньше 60 тысяч лет. Их наделяли магическими свойствами. Взрослых они защищали на охоте и на войне. Детей оберегали от гнева родителей, стариков от болезней. Они считались знаком тотема, рода, племени. Свидетельствовали о социальной принадлежности их владельцев. Следы замысловатых татуировок были обнаружены на теле знаменитой алтайской принцессы, найденной в 1993 году. Выяснилось, что это элита скифского общества. Очень активно пользовалась татуировками. Исследователи этих татуировок четко показывают, что эти татуировки отражали всю картину мира. Ну, скажем, если изображались существа нижнего мира, то они изображались на ногах. То есть вот рыбы, например, как существа нижнего мира, изображались на ногах. Выше изображались существа среднего мира, но и ближе к верхней части туловища уже существа верхнего мира. На теле Евгения Пшеничкина тоже картина мира, только его собственная. Собиралась и вырисовывалась 10 лет. Татуировки у меня присутствуют как бы по всему телу. Ну, в основном на самых видных местах, как бы под рубаха, их уже, пардон, не спрячешь. Я могу рассказать, например, о Деве Марии. Я ее сделал в 2008 году. Это было определенное ответвление в моей жизни. Сложное время. Но после сложного времени наступает хорошее время. Так что поэтому все это полоски. Белое, черное, белое, черное, как и наша вся жизнь. Некоторые психологи сопоставляют стремление бесконечно украшать свое тело с наркотической зависимостью. Но поистине опасны для самих же себя, по их мнению, те, кто стремятся вытатуировать судьбу. Вот выбил себе человек, вот, иероглиф счастья, и должен быть он радостен и счастлив. Ну, хорошо, обязал он себя, вот, испытывать счастье, да, этой татуировкой. Другой вариант. А почему его нет? А татуировка же, она должна как-то, вот, привлечь это счастье. Да, то есть не я, а татуировка. Это уже перекладывание ответственности. Снятие с себя части ответственности. Вот уже много лет татуировки носят не только моряки, уголовники и военные. Начиная с 50-х годов татуировка перестала быть модным атрибутом ограниченного круга людей. Сегодня это нечто привычное. Что-то вроде нового галстука или вечернего макияжа. Но галстук можно снять, макияж стереть, а от татуировки так просто не избавиться. Оля, боди-арт сегодня пользуется большой популярностью или нет? И если да, то в каких областях? Да, конечно, пользуется. И очень много областей на самом деле я могу перечислить. Одна из наибольших – это рекламный боди-арт. Есть такое понятие, как конкурсный боди-арт, на котором зарабатывают призы и награды визажисты более продвинутого класса. И есть еще такое понятие, как живая скульптура, когда человек делается полностью под скульптуру. Это очень популярно, особенно в Париже, когда стоит человек, у него одежда, лицо, кожа, волосы полностью раскрашены. Он пугает прохожих, например. На самом деле жанров боди-арта очень большое количество. И очень часто украшают боди-арт какие-то вечеринки, какие-то мероприятия. Также есть такое понятие, как детский аквагрим. Это какие-то праздники, детские мордашки, какие-то красивые котятки рисуются, зайчики. Также есть спортивный понятие. Спортивный боди-арт – это боди-арт для болельщиков. Для болельщиков? Что рисуют болельщиков? Например, для авангарда, да, я делала логотипы, то есть что-нибудь такое. Вот на входе они когда идут. То есть на самом деле жанров и где он применяется, этот боди-арт, очень и очень много. Очень часто, больше всего, наверное, в ночных клубах модели расписываются, либо какие-то персонажи, которые ходят там в костюмах, аниматоры. А свадебный боди-арт – есть такое понятие? Да, есть такое понятие. Очень часто невесты хотят какой-нибудь там изъян закрыть, какую-то родинку, там что-то зарисовать как-то. Или просто хотят как-то выделиться, быть в свадебной среде более такой заметной, не ограничиться только макияжем и прическе. Может быть какой-то узор на плече, у глазика какой-то, пару завитушек. То есть по-разному бывает. Рожки не просят молодые люди? Ну это только для тематических фотосессий, каких-то арт-проектов. Раньше, насколько мне известно, вот знаменитые медьки, да, наносили такой тяжелый масляный грим. От этого рассказывают очень сушила кожу. Много процедур, иногда месяцами после этого лечились. Сейчас какие краски используются? Сейчас, конечно, используются краски гипераллергенные, которые наносятся даже для детей. На водной основе легко смываются, ими очень легко пользоваться в работе. Сейчас уже никто таким не пользуется. Вот вы мне напомнили, раньше был золотой мальчик. Вот эта вот история про то, как мальчиков в цирке покрыли золотой краской, кожа не дышала много часов и кончилась летальным исходом. Даже такие случаи бывали в истории. Многие новички пользуются гуашью, акриловыми красками, то есть какой-то такой краской, которая предназначена не сколько для тела, сколько для холста и бумаги. Такой краской, конечно, нельзя пользоваться на теле. Опять же, кожа не дышит, но краска, в принципе, быстро трескается и максимум продержится часа два. А как модели чувствуют себя в этой роли? Аня, как вам? Непривычно, но, в принципе, весьма комфортно. Дима, а вы? Мне всегда очень интересно, потому что, ну, вот кто-то засыпает, а я, если честно, всегда слежу за каждым ее движением. В какой роли вы уже себя успели почувствовать? Ну, роль была примерно такая же, просто на мне не было всех вот этих доспехов кожаных. Да, но тогда мы расписывали почти все тело. Сколько часов провели у мастера? Порядка четырех часов, если я не ошибаюсь, мы дотратили на это. Ну, честное слово, вы герой. Вот правда, герой. Моя коллега Ольга Долгих на такой эксперимент пока не решилась, но разве что на небольшой узор хной мехенди. Держаться он будет дольше, чем просто краска, недели три приблизительно. Но говорят, это не просто рисунок, талисман. Инесса, вы как мастер мехенди, какой бы рисунок мне нанесли? Традиционный, смысловой или просто какой-то красивый узор? Я бы нанесла традиционный узор, потому что изначально их наносили с целью защиты от сглаза, как знак удачи. Ну, можно сказать, что это оберег. Традиционно разрисовывают руки и стопы восточных невест. Это не только Индия, это арабские страны, североафриканские страны. Это такая традиция, как у нас, наверное, носить фату. В Индии существует несколько забавных традиций. Может быть, на наш взгляд, они забавны. Невеста после процедуры нанесения рисунка пасту снимают и закапывают для того, чтобы была крепче любовь. Цвет рисунка тоже считается чем ярче рисунок, тем сильнее любовь. И очень хорошая традиция. Невеста освобождается от домашних обязанностей до тех пор, пока у ней на руке есть рисунок. Наверное, индийские женщины часто наносят себе такие рисунки. Раньше это была, в принципе, привилегия каких-то богатых и знатных осол, потому что роспись хной, она сопровождается, в ней используются эфирные масла, очень дорогие, и, в принципе, не каждый, можно сказать, бедный человек мог себе позволить, потому что разрисованные руки, скажем так, это знак того, что человек ничего не делает. Ну, или может позволить ничего не делать. Какие стили мехенди существуют? В каждой стране, где это практикуется, существует свой отдельный стиль, какой-то почерк, можно так сказать, вызванный какими-то культурными традициями, художественными, религиозными. Кстати, я сейчас вам наношу узор в индийском стиле. Это цветочный орнамент, сопровождающийся какими-то растительными мотивами, ветки, почки, огурцы. Индусы рисуют различных животных, знаки ум, мандалы. У них очень ретеватая сложная роспись. Ну, кстати, сложно вот так даже сказать, что вот индийский стиль, он определенный даже в одной Индии, этих стилей масса на самом деле. Африканский стиль отличается геометрией, стилизацией, четкостью линий. Там мы не встретим каких-то цветочных орнаментов, там все четко, палочки, черточки, точечки. Арабский стиль только цветочные орнаменты, вытянутые линии. Азиатский он очень похож на индийский. А в принципе сейчас уже смешивают активно мастера все стили. И в России в основном популярен индийский, конечно же. Инесса, а когда к нам в Россию пришло искусство Мехензия? В России никогда этого не было. И пришло оно к нам не так давно. Ну, я могу сказать, что примерно лет 10. Откуда это к нам пришло? К нам начали часто прижать индусы с ярмарками. И очень многие мои клиенты, они именно впервые услышали оттуда. А, ну и низкие фильмы. На ваш взгляд, почему на смену традиционным, смысловым рисункам приходят тематические? И это хорошо или плохо для искусства Мехензия? Наши девушки все-таки предпочитают более лаконичный, даже традиционный роспись. Редко кто делает сложную какую-то специфичную этническую роспись, которая традиционно была бы в Индии, например. Ну и развивается направление, естественно, не традиционной этнической росписи, а какой-то стилизации. То есть можно, по сути, нарисовать все, что угодно. И получается, что то, чем я занимаюсь, роспись, хной и, ну, можно сказать, био-тату, назовем это так, это что-то среднее между временными рисунками, как боди-арт, и настоящей татуировкой. То есть это рисунок, который держится на теле несколько дней. Мы продолжим сразу после короткой рекламной паузы. Впереди еще много интересного. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В веке 21-м даже офтальмологи занимаются боди-артом. Врачи не расписывают веки пациентов. Нет. Они делают пирсинг. Пирсинг глазного яблока. Платиновые и золотые пластины вживляют через маленький надрез. Выполнить такую процедуру под силу только специалистам высшего класса операции не из простых. Зато после глаза смельчаков, решившихся на нее, приобретают поистине драгоценное сияние. И в продолжении темы. Татуировку золотом сделать не желаете? В Дубае запатентовали новый вид нательных рисунков. Теперь можно украситься не только хной или чернилами, но и 24-каратным золотом. Процедура нанесения рисунка предельно проста, а работа занимает всего-то 10 минут. Достаточно отделить драгоценный рисунок от подложки, и он ваш. Правда, носить это золотое украшение доведется недолго, всего-то неделю. Стоит подумать, прежде чем раскошелиться. Удовольствие не из дешевых. Живая очередь из желающих попасть в неповторимый мир Алекс и Мид вот уже несколько лет выстраивается у входа в ее мастерскую. И знаете почему? Она использует живых людей в качестве неотъемлемых частей своих картин. По сути, речь идет о боди-арте, однако это непривычная роспись по телу. Она рисует портреты людей на самих людях, довольно будто она звучит, тем не менее это так. Кроме того, в отличие от своих коллег, художница тратит совсем немного времени на создание каждого проекта. Например, первую представленную картину Хайме она создала в течение обеденного перерыва модели. Благодаря своей технике, Алекс умудряется создавать из трехмерных моделей двухмерные. И в заключении еще об одном направлении боди-арта – пирсинге. Скорее даже не для украшения себя любимого, не для берега, удобства ради. Американцу Джеймсу Сою надоело, что его очки постоянно сползают с носа. И что он придумал? Пирсинг очки. Их ношение не причиняет неудобства и доставляет гораздо меньше проблем, чем их предшественники. Они не упадут, не разобьются, не потеряются. Единственное неудобство, уверен Сой, установка главного элемента – скобы над переносицей. Процедура не из приятных, но не стоит думать, что такие пирсинг-очки придется носить круглосуточно. Конструкция позволяет легко снять линзы, которые крепятся к носовой перемычке при помощи магнитов. Ольга, ну как, закончена ваша работа или нет? Практически готова, но мы поедем еще в студию, еще часа два-три доведем все до идеала, и у нас будет фотосессия. Фотосессия. И потом куда все это? Для работы, для портфолио, для моделей. А что за образы вы сегодня стремились вообще создать? Девушка-эльф, какой-то такой этнический образ лесной богини, и фантазийный образ на основе какого-нибудь демона. Я люблю создавать образы такие фантазийные персонажи, какие-то лесные или мифические существа. Вот это моя любимая тема для работы. А сколько длится вот по максимуму? Ну, весь процесс, включая макияж, прическу и работу с боди-артом на все тело, это около 12 часов. 12 часов. Какой персонаж, вот, прямо любимый вами получился? Наверное, Лилит. Это персонаж мифический, там девушка такая, и там был прям полный образ, очень много бутафории. Из плеч были такие, торчали острые кинжалы, то есть был шлем у нее тоже с рогами. То есть очень интересный образ получился, и там работа с трафаретами, работа с аэрографом, работа с кистью. В одной работе по максимуму было технологии использовано, поэтому, наверное, одна из моих любимых. Не жаль, потому что вот эти вот полотна, которые вы творите по 12 часов, когда на один завиточек по полтора часа только уходят, их хозяин уже, законный обладатель, может просто пойти и смыть. Ой, моделям больше жалче, чем мне, потому что у меня остается фотография на память. А сколько такая красота вообще может держаться на теле? Около суток. Так мало? Да. А почему? Почему подольше нельзя походить? Дельку там, например, не мыться. Ну, во-первых, краска все равно через какое-то время у нас тело эластично двигается вместе с нашими всеми движениями. Все места, где у нас стыки у локтей, где вот мы нагибаемся на животе, в складках начинают происходить какие-то трещины, краска потихоньку начинает облупляться. Поэтому, к сожалению, это не долговечное искусство. Я вот знаю, что, в принципе, художник может рассуждать о холстах. Хороший холст, плохой холст. Какое тело лучше подходит под боди-арт? То, которое больше подходит не просто под боди-арт, а под идею, которое смотришь и сразу в девушке видишь эльфов, сразу в накачанном парне видишь воина. У тебя уже и фантазия пошла. Так, в принципе, живой холст – это гораздо интереснее, чем плоская поверхность. Он объемен, тут свои сложности. Поэтому, в принципе, на любом человеке интересно. А бывает такое, что приходит вот какой-нибудь худосочный человек и говорит, сделай из меня воина. Это возможно? На самом деле, да, это возможно. У нас есть такая технология. Это как, в принципе, в макияже. Там идет коррекция лица. Где-то уходит объем, где-то появляется. То есть играешь на светотеневых, можно нарисовать, прорисовать прямо скулы, сделать из этого человека, прямо накачанного парня. Когда работа закончится, и вы выйдете из фотостудии, сделаете фотосессию, сразу побежите умываться или еще немного походите. Очень жалко смывать, очень жалко стирать это потом все влажными салфетками. И иногда даже стыдно перед Олей, что она все это делала три часа с тобой, а ты потом за полчаса, за час все это уничтожаешь. Какой шедевр следующий планируете сделать? Ну, на самом деле, идей масса. Пока что это будет сюрприз, секрет. Хорошо. А сейчас я предлагаю телезрителям и, конечно же, гостям в студии посмотреть нашу постоянную рубрику «Галерея Дэрт». Речь пойдет, конечно же, о рисунках, но уже не на телах, а на камнях. Им не больше, не меньше 13 тысяч лет. Чтобы увидеть их собственными глазами, мы отправились в Киргизию и выяснили, кому поклонялись и что запечатлели на загоревших пустынных камнях древней Сакио-Суни. И почему именно сюда ежегодно съезжаются туристы из разных стран, что ищут они в каменных развалах древних городищ. Все началось примерно 13 тысяч лет назад. Таяли ледники, исходили огромные сельи, которые тащили эти камни до самого низа. Кочевые племена, такие как Сакио-Суни, позже тюрки, приходили в это место поклоняться. Они же запечатлевали образ своей жизни. На этом камне мы с вами можем видеть сцену охоты. С этой стороны изображен снежный барс. Здесь мы с вами видим охотников. От охотника идет цепь к барсу. То есть эти народы имели способ обучать диких кошек, которые впоследствии помогали им в охоте. На этом камне рисунок изображен в саковском зверином стиле два в одно. Первый рисунок – это семья горных козлов. И второй рисунок, если мысленно камень на 90 градусов перевернуть, вот на эту часть, как на голову и клюв посмотреть, мы с вами видим птицу. Видите птицу? Птица чибель серпа клюв, которая обитает у нас на Секуле. У нас были ученые-орнатологи, они подтвердили это. 70% рисунков на этой территории занимают козы. Самое почитаемое животное на то время его считали солнечным животным, изображали с солнечной стороны. Эти народы были огнепоклонники, поклонялись солнцу как основному проводнику огня. Здесь есть ритуальные круги, выложены вручную. Их около сотни разного размера на этой территории. В этих кругах проводили ритуалы. Также есть версия, что эти круги служили обсерваторией. В одном из кругов ученые наблюдали летнее солнцестояние, оттуда эта версия про обсерваторию. Позади меня круг малого размера, он принадлежал, скорее всего, семье. И ученые наши предложили такую версию, что в этих кругах имеется геомагнитная аномалия, благоприятная для человека. На этой территории не жили. Считалось, то место, где живет человек, оно оскверняется. Поэтому сюда эти народы приходили с целью поклонения. Здесь они проводили ритуалы, здесь они запечатлевали свои молитвы, здесь они хоронили своих близких, здесь ученые проводили раскопки, находили останки человека, осколки посуды. Но сделали вывод, что могильники были разграблены еще до раскопок. А вот теперь пришло время прощаться. Немного жаль, конечно, расставаться с такой красотой, но увидимся совсем скоро, ровно через неделю в 21.00 на телеканале продвижения. У нас еще много сюрпризов, вроде этого. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин